Скринкастов про Zoom у меня много, и я бы уже остановился, но они-то не останавливаются. Сейчас Zoom полез в сферу уже очень далекую от видеоконференций и демонстрирует начальный уровень программы для видеомонтажа. Доступ к сервису осуществляется из приложения для ПК, которое нужно предварительно скачать. Напоминаю, на всякий случай. Вот так выглядит главное. Здесь клипы, которые были записаны вами ранее. И вообще я бы сказал, что Zoom претендует здесь скорее не на Lavra DaVinci Resolve, а на Lavra YouTube, пытаясь создать альтернативную платформу для хостинга и просмотра видео. По всем вашим клипам есть возможность добавлять комментарии. У вас есть доступ к статистике и, собственно, ссылка на ролик, который вы можете делиться со всеми или избранными людьми, поскольку настройки доступа тут тоже есть. И даже есть возможность установить пароль. Но обо всем по порядку. Собственно, ссылка, которую вы поделитесь со зрителями, будет открываться вот так. Вполне себе YouTube. И так как не сложно догадаться, начинается все с нажатия на кнопку создать клип. Убежал на второй экран. Сейчас. Вот. Вот так это будет выглядеть. Записывает он у меня сейчас первый экран. Вот здесь выбирается, какой экран вы будете записывать. Ну, точнее, что вы в принципе будете записывать. Ну, стандартные настройки. Можно экран целиком. Можно отдельные окна. В превью видно, как все будет выглядеть. В данном случае экран целиком и окошко со спикером. Здесь выбор микрофона, камера и разрешение. Окошко со спикером можно двигать. И тут есть расширенные настройки, где по меньшей мере можно выбрать, как это все будет отображаться. Если выбрать, например, такое отображение, положение окошко со спикером не будет влиять на то, как все будет отображаться. Тут выбор фона. И тут настройки отображения. То есть камера и экран. Только экран. И только камера. Думаю, пока все понятно. И также думаю, понятно, что сделано это в первую очередь для проведения лекций, презентации и тому подобного. А значит, чаще всего вы будете использовать режим экран плюс камера. Все. Запись пошла. Во-первых, круто, что вы можете включать и отключать камеру в процессе записи. А во-вторых, круто, что вы можете нажать на паузу. То есть приостановить запись. И это уже очень похоже на монтаж. Остановили запись. Поменяли картинку, например. Продолжили запись. Плохо. И я надеюсь, что со временем разработчики обратят на это внимание, что здесь нельзя поменять вид отображения в процессе записи. Если бы была возможность выводить изображение с камеры на весь экран, а потом опять уходить на захват экрана и миниатюру, это давало бы возможность с учетом того, что есть пауза, делать неплохие видео даже в режиме монтажа в реальном времени. Все. Ролик записан. Здесь название. Здесь настройки доступа. Например, только приглашенные пользователи. Приглашаете вы их здесь. И как я уже говорил, можно установить пароль, что также очень удобно. Так вы копируете ссылку. А так можно скачать файл в mp4, что также очень удобно, если вы хотите отмонтировать его в какой-то внешней программе. Потому что пока монтаж здесь, честно говоря, не совсем, чтобы уж монтаж. Вы можете только обрезать начало и конец ролика. Выбираете начало, выбираете конец и нажимаете обрезка. Ну то есть он оставит только тот кусок, который выделен синим на временной шкале. На этом, собственно, с монтажем все. Поэтому второй задел на будущее для разработчиков, если они будут смотреть это видео, в чем я не сомневаюсь, это прикрутить возможность склеивать несколько записанных ранее клипов в один. Каковая, если появится, переведет Zoom Clips в разряд уже настоящих, пусть и примитивных видеоредакторов. А это, в свою очередь, с учетом хостинг платформы и специфики Zoom, ориентированной на лекции и презентации, может, если не потеснить YouTube, по меньшей мере оттянуть у него часть аудитории. Ну что ж, ждем, когда они прикрутят сюда спецэффекты и работу с 3D. Заведут собственную крипту и так далее. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов, теплица социальных технологий. Субтитры добавил DimaTorzok